Много шума и ничего. Одесский мэр будет ожидать вердикта на свободе. Соломинский райсуд Киева отпустил Геннадия Труханова на пороке нардепа Дмитрия Голубова. Чиновника задержали вчера. Набо обвиняет его по статье «Присвоение имущества». Речь идет о покупке помещений завода «Краян» по завышенной цене. Общую сумму убытков в результате этой сделки оценили в 185 миллионов гривен. Решение суда вызвало нешуточные страсти. Дошло даже до стрельбы. Мы все подробности узнаем от Ольги Теребинской. Полиция, нацгвардейцы, журналисты и группа поддержки Геннадия Труханова в коридорах, на ступеньках и даже во дворе. Заседание по избранию меры пресечения одесскому мэру началось с банальной давки. Спустя час суд начался. Прокуроры просят для Труханова два месяца под стражей или же залог 50 миллионов гривен. Его задержали по делу о покупке одесской мэрии здания завода «Краян». Следователи утверждают, что стоимость помещения была завышена в десятки раз. По словам обвинения, находясь за границей, мэр Одессы скрывался от следствия. Прокурор также отметил, есть риск побега в случае выхода Труханова на свободу. Сайт Федеральної податковой службы Российской Федерації, который размещен за соответствующим посыланием, указанным в сайте детективом медицинским, было найдено и выучено, и раздруковано, и надано для суда, для того, чтобы была нагальна возможность их вычеркать документы, которые свидетельствуют о том, что у пана Геннадия Леонидовича может быть гражданство государства Российской Федерації. Поэтому мы считаем, что это достатный доказ того, что пан Труханов может владеть и другим гражданством. Это ему дать возможность уникнуть шляхом переховывания на территории других государств федеральной ответственности. Защита с требованиями прокуроров не согласна. Адвокат утверждает, что Труханов от следствия не скрывался, и как только узнал о подозрении, сразу же вернулся в Украину из командировки. В зале также присутствовали народные депутаты. Некоторые из них, в частности Дмитрий Голубов, сообщил, что готов взять Труханова на поруки. Об этом же заявил и нардеп от оппозиционного блока Николай Скорик, о чем написал на своей странице в Фейсбуке. Сам же Геннадий Труханов все обвинения в свой адрес отрицает. Уверяет, убегать никуда не собирался. Поездки были рабочие, паспортов других стран у него нет, и он готов сотрудничать со следствием. Все документы, которые наработаны, если будут такие запросы, я с удовольствием передам. И вам передам, чтобы они решили и посмотрели. По всем возможностям, нарисованным мне там гражданством и следствием. Я хочу сказать, чтобы не злоупотреблять внимание присутствующего, но я горжусь тем, что я украинец. После длительного пребывания в совещательной комнате судья зачитывает решение отпустить Труханова на поруки народного депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Когда я читал текст подозрения, ну это, знаете, похоже на какой-то фантастический такой детектив, которому так хотелось. Знают, не предупредили, запланировали украсть. Если бы был умысел совершения преступления, делали бы гораздо его спокойнее, не в спешке, подложившись каждой бумажкой. Если бы у нас была недостаточная доказательная база, то мы бы даже не совершили такую процессуальную деятельность, как оголошение про подозрение. Поэтому я вам ответил на ваши вопросы, что мы больше, чем уверены в том, что доказательная база есть достатная. В то же время возле Соломинского суда произошли столкновения между националистическими организациями и полицией. Один правоохранитель получил пулевое ранение. Стрелка задержали на месте. Позже представители Красного Креста сообщили, что у здания суда пострадали еще трое. Двое с повреждением головы и девушка с травмой живота. В полицию доставили около десяти человек. У задержанных изъяли ножи и палки. Ольга Теребинская, Вадим Свердонов, подробности, телеканал Интер. И вот буквально перед началом нашего эфира в полиции уточнили цифры. Задержаны 38 человек. Это самые активные участники столкновения. У них изъяли два травматических пистолета, гранату, газовые баллончики и дымовые шашки. Уголовное производство открыто по статье «Насилие в отношении правоохранителя». Также стало известно, что суд отпустил и второго задержанного. Это заместитель Труханова Павел Вугельман. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман. Из группы «Ведроджиня» и Юрия Мирошниченко. Из фракции «Оппозиционный блок». Продолжение следует.